Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. В 170 лет на благо жителей региона Самарская область отметила свой день рождения. Развлечься так, чтобы не было мучительно больно, где можно покататься на ватрушках без риска для здоровья. Подорожание полиса ОСАГО почти наполовину, уголовное наказание для злостных нарушителей на дороге и отмена обязательного техосмотра. Как изменится жизнь российских автомобилистов в этом году? Более 170 лет на благо жителей Самарская губерния на этой неделе отметила свой день рождения. Статус губернской столицы провинциальная Самара получила 13 января 1851 года. Тогда в состав губернии вошли три уезда Оренбургской области, два уезда Саратовская, Ставропольский уезд Тимбирской губернии и лежавшие на левом берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов. Выгодное географическое положение и стремительное развитие торговли и промышленности помогали успешному развитию края. Самарцев поздравил с праздником губернатора Дмитрий Азаров. Самарский край, на свете нет красивей. Самарский край, мы вместе навсегда. От объединения нескольких уездов до крупного промышленного центра, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь России. Самарский регион отметил 171 год со дня основания. С праздником жителей поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Я сегодня, в этот день, хочу искренне поблагодарить всех жителей Самарской области, которые своим трудом создали и сегодняшний день. И заложили прочный фундамент развития нашего региона, который ответственно и честно трудится на благо своей семьи, на благо нашей Великой Родины. Глава региона наградил победителей и призеров квиза «Славься! Самарская наша земля». В интеллектуальных соревнованиях на знание истории региона приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области. Знатоками родного края признали команду Волжского района. Участники признались, что хоть с задачей справились успешно, но были вопросы, над которыми пришлось серьезно подумать. Например, вопрос о том, кто делал оборудование для стартовой площадки на Байконуре. Как бы традиционные ассоциации приходят у всех, что это завод «Прогресс», но «Прогресс» запускает ракеты, а не стартовую площадку готовит. Ну и вот как-то пришло мне в голову, что у нас есть в Сызрине прекрасный завод «Тяжмаш». Я думаю, и мы долго сомневались, поставить ли дополнительный коэффициент, 3 балла или 2, и в итоге поставили 3, я думаю, это сказалось. Бесценным достоянием Самарской земли являются многонациональная культура и самообытные традиции, мир и добрососедство разных народов. Поздравили самарцев с днем рождения губернии и главы регионов Приволжского федерального округа, а также творческие коллективы из Башкирии, Мариэлл и Татарстана. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Самарская область по итогам прошлого года вошла в топ-10 национального туристического рейтинга. Аналитики собирали и изучали статистические данные и публикации в СМИ, взяли комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах. По итогам исследования Самарская область продемонстрировала успешную динамику. Количество желающих познакомиться с историей и красотами Самарской земли по сравнению с 2020 годом выросло на 23,5%. Регион посетили свыше полутора миллионов человек. Если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то турпоток увеличился на 30,5%. Приоритетный вид туризма – экологический. Этому способствуют уникальные природные ресурсы – 211 особо охраняемых природных территорий регионального и три федерального значения. Национальный парк «Самарская лука», «Жигулевский государственный природный заповедник», «Рачейский и муранские боры», «Подвальские террасы» и многое другое. Работы по уборке и вывозу снега в Самаре продолжаются. В сутки вывозят порядка 5000 тонн снега. Как устраняются последствия непогоды, регулярно проверяет глава Самары Елена Лапушкина. Какие поручения были даны главам внутригородских районов и руководителям объектов в социальной сфере торговли после одного из сильнейших снегопадов на этой неделе, расскажет Ольга Павлова. Без перерывов между сменами и выходных. От последствий сильного снегопада, который обрушился на Самару в эти дни, избавляются в усиленном режиме. Город замело буквально за сутки. Свыше 10 мм осадков выпало всего за 24 часа. Фактически рекордная цифра для января. На расчистку дорог и тротуаров в утренние и дневные часы вышли 170 уборщиков и 125 единиц спецтехники. Сегодня по прогнозу погоды обещают еще такое же количество осадков, поэтому мы, конечно, темпов не снижаем. И с главами районными договорились, что тоже у них на личном контроле работ управляющих компаний, домов КСЖ, ЖСК. Ну и мы, соответственно, тоже максимально привлекаем количество техники, количество дорожных работчиков и привлекаем дополнительную технику для вывоза снега с территории города. По прогнозам синоптиков, в ближайшие пару дней в город вновь придут метели и осадки в виде снега. Поэтому все коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. От последствий непогоды необходимо избавляться вовремя, не дожидаясь обращения граждан. Скопление снежных завалов, сугробов и гололеда не должно быть во дворах и прилегающих к ним территориях. Систематически приводить в порядок нужные дороги, по которым движется личный и общественный транспорт, а также пространство вблизи объектов торговли и социальной сферы. Все коммунальные службы работают на так называемом продленном режиме, то есть перерывов между сменами нет, каждая смена продлена в среднем на 2-3 часа. Все службы находятся в готовности, вывоз снега сегодня производился интенсивно. Для того, чтобы работы по уборке вывоза снега шли оперативнее, жители Самары просят своевременно восстановленные управляющими компаниями и ТСЖ часы убирать свои автомобили из парковочных карманов. Ответственным за расчистку территорий проводить ежедневный мониторинг и в случае выявления нарушений в максимально короткие сроки их устранять. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Катание с горах – любимое всеми зимнее развлечение. На так называемом тюбинге, ярком надувном круге, катаются все от мала до велика. С каждым годом это увлечение становится все популярнее. Но важно соблюдать технику безопасности, чтобы здравый смысл преобладал над желанием получить удовольствие. Как сделать так, чтобы веселые забавы на ватрушке не закончились травмами, расскажет мэри Елчан. На эту необорудованную горку, расположенную за городом, Юлия Сливкина приходит теперь только фотографироваться. Два года назад она с друзьями чудом избежала трагедии. Вспоминает, тогда им захотелось экстрима, о последствиях ребята не думали. Они закрепили два тюбинга между собой и скатились сей компанией на большой скорости со спуска, вокруг которого растут деревья. Наученная горьким опытом, Юлия извлекла урок на всю жизнь. Два человека слетели, у одного валенки туда, все тормозили пятками, а мне пришлось тормозить лицом прямо в дерево. И после того, как я поднялась с этой горы, люди на меня посветили, а у меня вот тут вот такой след от дерева, труха от дерева. Все бы могло закончиться еще, наверное, плачевнее, еще трагичнее. Получать удовольствие от катаний на тюбингах можно без риска для здоровья. Для этого во всех парках Самары оборудованы специальные трассы. Конечно, мы выбираем больше горки, которые безопасны для детей, нежели которые катаются где-то в другой части города. Здесь все предусмотрено. Разные виды горки. Есть маленькие горки, есть большие горки. Для маленьких детей горки поменьше. Все на ватрушках, не на ледянках, не на санках. То есть мы больше выбираем за безопасность. Для большей безопасности нужно надевать плотные перчатки и экипировку. Если ситуация выйдет из-под контроля, это позволит смягчить удар. Если же вы вылетели из ватрушки, врачи советуют по возможности избегать падения на вытянутые руки. При резком торможении тюбинга, о какой-то твердый предмет, дерево, человек, автомобиль, стена дома, забор, человек получает травму шейного отдела позвоночника, так называемая холостовая травма, которая очень похожа по патогенезу на травму, получаемую в процессе ДТП у непристегнутого пассажира, либо у водителя. Это очень опасно. Уже с точки зрения, ну, это переходит в разряд черепно-мозговой травмы, по сути. Тюбинг – это неуправляемый снаряд. Любая кочка на пути может резко изменить траекторию движения и привести к необратимым последствиям. Поэтому специалисты рекомендуют кататься только на оборудованных склонах, где риск пострадать практически исключен. Мэриил Чан, Мария Левина, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самаре из-за эвакуации педагогов и учеников школ в связи с ложными сообщениями об актах терроризма начали доследственную проверку. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. По версии правоохранителей, 13 января на сайте ряда образовательных учреждений области поступили сообщения о готовящихся актах терроризма. Были эвакуированы дети и педагоги, полиция искала взрывчатку. Но все сообщения о минировании оказались ложными, рассказали ведомстве. В настоящее время председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указания исполняющим обязанности руководителя следственного управления по Самарской области доложить о произошедшем. Региональные власти повсеместно начали подготовку к встрече омикрон – штамма коронавируса. Президент Владимир Путин предупредил, что у России есть около двух недель, чтобы подготовиться к резкому росту заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре сообщили, что пока основные очаги распространения нового штамма выявлены в московском регионе. При этом, учитывая ситуацию за рубежом, где всего за несколько недель омикрон вытеснил дельту и привел к многократному росту показателей заболеваемости, в Роспотребнадзоре не исключают неблагоприятный вариант эпидемиологического прогноза, при котором число заражений в сутки может возрасти до шестизначных чисел. Не только видеть виртуальную реальность, но и чувствовать ее запах. Самарские ученые презентовали новую разработку. Тренажер способен вернуть обоняние, потерянное в результате перенесенного коронавируса. Подробности выяснила Мария Левина. Вера Дудкова в ноябре переболела коронавирусом в легкой форме, но в результате у нее полностью пропало обоняние. Запах кофе не почувствовала. Обычно сидишь и как-то расслабляешься, а это не чувствую. Запах шампуня не чувствовала обычно, когда и мыло душистое. Тут как раз разрабатывалась новая методика. Помимо такого медикаментозного лечения, я третий курс уже получился. Прихожу сюда и, как вы видите, у меня обоняние заработало. Разработка, о которой говорит Вера Дудко, это продукт самарских ученых. Тренажер для реабилитации нарушения обоняния. С помощью специальных очков пациент переносится в виртуальную реальность. Он видит знакомый предмет и вспоминает, как это пахнет. А для закрепления эффекта ему через маску подается запах. Причем виртуальную реальность тоже можно выбирать. Ботанический сад, побережье океана, ресторан. Сценариев уже больше сотни. Первая сцена – это сцена диагностическая. Когда пациенту, врач на свой выбор подает запахи, и пациент должен в виртуальной реальности определить, что это такое. А вторая сцена, которую вы сейчас видите, это сцена дендрарии. В режиме свободного перемещения в этой сцене виртуальной реальности пациент может подойти к какому-нибудь объекту, например, к цветам или к еле. В этот момент врач или сам пациент могут нажать кнопку и ощутить запах. И вот цветущим растением, которые красненькие. Остановитесь у них, останавливаетесь у них, подаем запах. Курс состоит из семи процедур. Перед тем, как его провести, пациента диагностируют и узнают, с какими именно запахами проблема. На бутылочках у нас различные цифры, которые вижу только я, и что находятся. Раньше использовался вот такой набор. Номер три. Опять что-то медицинское. Как вы это ведете в здоровый образ? Это спирт этиловый. У нас поражение может быть не только периферическое, не только обонятельного нерва, но в обонятельных ощущениях участвует еще и троничный нерв. Для поражения троничного нерва, для определения, используется вот это вещество. Если вот человек не чувствует это, значит у него поражен троничный нерв. Подводим. Аккуратно глаза открыли. Троничный нерв нормальный, хорошо работает. Что это? Ну, это аммиак что-то. Ну да, наш отвертный спирт. Доранты, которые находятся в нашем аппарате, они одобрены. Была консультация фармакологов. И только после этого эти обонятельные вещества даются пациентам. Когда вернется обоняние, зависит от индивидуальных особенностей пациента. Обычно это происходит к концу курса. Но некоторым приходится повторить реабилитацию. Что допускается через пару месяцев. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Подорожание полиса ОСАГО почти наполовину. Уголовное наказание для злостных нарушителей на дороге. И отмена обязательного техосмотра. С начала года в стране вступили в силу законы, которые призваны изменить жизнь автовладельцев. В то же время некоторые инициативы еще только рассматриваются. Подробности в сюжете. Штрафы до 300 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ или лишения свободы до двух лет. Такое наказание теперь грозит лихачам на дорогах, которые уже привлекались к административной ответственности и лишались прав за превышение скорости более чем на 60 км в час, либо за выезд на встречку или трамвайные пути. Ольга Доронина возглавляет Самарское рекотделение Всероссийского общества автомобилистов и сама за рулем уже 20 лет. Она уверена, что такая мера поможет навести порядок на дорогах и сделает автовладельцев ответственнее. На сегодняшний момент любой водитель, который управляет транспортным средством, подумает, выезжать на встречную полосу или превышать на такой большой скоростной режим, нарушая на 60 км в час. Это огромное нарушение на сегодняшний момент. У нас, вы знаете, разрешено до 20 км в час превышать скорость. Да, и где-то я соглашусь, что действительно есть такая вероятность на таких дорогах. Но 60 км в час – это уже опасное вождение, которое опасно не только для других участников дорожного движения, в том числе водителей, но и для пешеходов. По статистике, более 40% водителей повторно нарушают ПДД. Их не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости. К тому же каждый десятый автомобилист допускает грубое нарушение правил, в том числе выезд на встречную полосу. Зато с этого года владельцы легковых автомобилей и мототранспорта освобождаются от обязательного прохождения техосмотра, если используют транспорт исключительно в личных целях. Правда, в некоторых случаях проходить диагностику все равно придется. Обязательно будет только для некоторых автовладельцев. Это касается такси, пассажирского транспорта и грузоперевозок. Для обычных граждан-автовладельцев диагностирование будет обязательно в одном случае, когда происходит смена автовладельцев, продажа автомобиля, и при этом этот автомобиль старше 4 лет. Однако есть нюансы. Если автовладелец имеет на руках диагностическую карту, которую он получил по итогам техосмотра, он освобождается от необходимости останавливать авто по требованию сотрудника ГИБДД для проверки состояния машины. Если такого документа нет, то инспектор имеет полное право остановить любую машину, если она показалась ему подозрительной и создающей угрозу для безопасного дорожного движения. За нарушение, разбитая фара, да, это всегда останавливает инспектор. Без разницы, есть ли это карта диагностики или нет ли это карта диагностики. Это технически неисправный автомобиль. Водителю, уважающим себя и имея личный транспорт в личных целях, используя его, он, конечно, будет сам следить за своим состоянием техническим автомобилем. Тем временем автоматические комплексы фиксации нарушений будут вычислять водителей, которые не имеют полиса ОСАГО. За это предусмотрен штраф 800 рублей. Постановления могут выносить каждый день, поэтому за месяц можно набрать штрафов на 25 тысяч, если отсутствует полис обязательной автогражданской ответственности. На мой взгляд, мера очень нужная, потому что мы видим периодически на практике случаи, когда происходит ДТП, и один из автоплодельцев не имеет полиса ОСАГО. Это большая проблема для того лица, который не виноват, который пострадал, потому что, чтобы взыскать судный ущерб, ему приходится обращаться в суд. И мы часто видим, что виновное лицо говорит, ну иди в суд, ты ничего не получишь, у меня ничего нет. Понимаем, что страховая компания в этом случае был бы простой, понятный механизм, который позволил бы разместить понесенную ущербу в случае ДТП. Между тем, Банк России поддержал законопроект Минфина о повышении лимита выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО до 2 миллионов рублей и отмене учета износа деталей транспорта. Это приведет к росту компенсаций для пострадавших, улучшению страховой защиты для виновников ДТП, а также сделает невозможным взыскать через суд с виновника разницу в цене новой и изношенной детали. Но все это в итоге приведет к подорожанию полиса ОСАГО, как отметили в Центробанке, на 48% до 2 тысяч 567 рублей. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. 115 лет со дня рождения отца советской космонавтики Сергея Павловича Королева. Студенты Самарского университета на этой неделе возложили цветы к барельефу гениального конструктора. В Музее космонавтики и авиации провели экскурсию, на которую отправилась и наша съемочная группа. Сергей Павлович Королев входит в десятку величайших людей 20 века. Под его руководством была разработана первая в мире межконтинентальная ракета Р-7, на базе которой создан космический корабль «Восток-1». Именно на нем Юрий Гагарин совершил первый пилотируемый полет в космос. С помощью знаменитой «семерки» 4 октября 1957 года на орбиту был запущен первый искусственный спутник Земли. Несмотря на то, что Королев был человеком науки, он все же верил в приметы и соблюдал определенные ритуалы, которые помогали ему чувствовать уверенность в ответственные моменты. Сергей Павлович был человеком, который очень верил в удачу, даже до суеверий. Он не делал пуска в понедельник, он прибивал подкову на дверь, он носил в карманах счастливые монетки и много всяких других ритуалов. Это не потому, что такие ритуалы помогают запуску космических ракет. Вероятно, они помогают чувствовать себя спокойнее, увереннее, и спокойствие руководителя передается и окружающим. Музей авиации и космонавтики в Самаре хранит уникальные вещи гениального конструктора. Среди них письма Сергея Павловича Королева, его счастливая шляпа и галстук, а также стартовые повязки. Одна из них была на Королеве во время полета Валентины Терешковой и Валерия Быковского. В распоряжении музея также имеется повязка с автографом Королева, которая была на нем во время запуска космического корабля «Восход». Сотрудники музея и сегодня не прекращают поиск личных вещей конструктора. Круг общения был достаточно большой Сергея Павловича Королева, но в силу того, что он был закрыт, очень засекречен, ну, прежде всего о документах, наверное, речь идет, документы все-таки, наверное, сохранились. Многие его подписи просто не знали, документы написаны его рукой, и порой они находятся совершенно случайно в архивах людей, которых, может быть, уже ушли из жизни, родственники находят. И определить их могут только специалисты, те, кто занимается изучением его истории, знают, как бы почерк знает, вот, подпись. Королев лично курировал производство деталей космических кораблей, поэтому часто бывал на предприятиях Куйбышева. О чем жители города даже не подозревали, личность Сергея Павловича была засекречена. Он не появлялся на экранах телевизоров и даже не смог приветствовать Юрия Гагарина после приземления. Королева дважды номинировали на вручение Нобелевской премии. Однако Никита Хрущев так и не позволил раскрыть личность создателя ракетно-космической техники. Его имя стало известно общественности только после смерти в 1966 году. Максим Магомедов, Максим Гусев, События. Головные боли и апатия. По словам специалистов, самые частые признаки постновогоднего синдрома у россиян. По статистике, ему подвержен каждый второй житель страны. Виной всему сценарий проведения каникул – алкоголь, сдвинутый режим сна, мало движений и много несбалансированной вредной пищи. С каким настроением выходят в первую рабочую неделю самарцы и как побороть накатившую хандру, выясняла Гульфия Сафина. Тоска, апатия и раздражение. Каникулы остались в прошлом, а работа с ее новыми целезадачами уже началась. По оценкам психологов, примерно половина населения России в середине января страдает от постновогоднего синдрома. Около 10-15% даже обращаются за помощью к специалистам. Как прошло 10 дней, пора на работу. А что удивляться, уже в первый день, точнее ночь, люди нарушают график питания и сна. Остальные дни лишь как закрепление нового, не самого полезного режима. Вместо того, чтобы как следует отдохнуть, многие дают серьезную нагрузку на организм и мозг, как следствие утомленность и хандра. Хотел с нового года начать жизнь с чистого листа, но что-то пошло не так. Да и чудо тоже не случилось. Планировал отдохнуть с книжкой, но череда застолий, пара бокалов вина и все наперекосяк. Предпосылок к постновогоднему выгоранию множество, а итог один. Раздражительность и желание вернуться в уютный период, где нет ни забот, ни хлопот. И желательно людей с их беседами. Без комментариев. Уже нет времени, нет информации. За строением студента, у которого экзамен. Какое? Это какое? Конечно, подольше бы выходных. Работа не очень. Ну как бы я работала все эти праздничные дни, поэтому не особо хочется обратно на работу. Есть постновогодний синдром? Определенно есть на самом деле. И возвращаться после Нового года очень сложно бывает. Ну пытаемся. Состояние утомленное. Утомленное. Человек чувствует себя усталым и разбитым. Время пронеслось очень быстро. А он все-таки был в ожидании, что 10 числа он будет полон сил, но он таковым не стал за это время. И вот одна из причин как раз то, что на самом-то деле это не было для его организма, по крайней мере, временем отдыха. Поэтому я рекомендую пить вечером успокоительные чаи. Положите в сейф свои гаджеты. И если люди будут высыпаться, то это будет гарантировать их рабочий настрой. По оценке медиков, последствия неправильно проведенных зимних каникул могут тянуться аж до весны. Это если следовать инерции. Чтобы быстрее прийти в форму, пересмотрите рацион питания. Даже обещание, давая себе обещание, что я не буду есть в эти новогодние праздники, я буду держаться, человек, как правило, в большинстве случаев срывался. Потому что ко мне приходили клиенты, об этом рассказывали, что они срываются. Непонятно, откуда нападает этот жор. Вот этот жор как раз идет из нашей головы. То есть человек жил в стрессе, тут он расслабился. Что делать? Нужно искать радости в других вещах. Уберите из рациона майонез и трансжиры. Включите больше зелени, овощей и чистой воды. Начните заниматься физкультурой или хотя бы чаще гулять и находиться на свежем воздухе. Играйте в игры, общайтесь, и тогда вас снова порадуют простые, а главное полезные блюда. Да и порций станут меньше. А серотонина, гормоны радости прибавятся. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Николай Епифанов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...